В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. В России отмечают День строителя. В Рязани завершились международные соревнования летного мастерства «Авиадартс-2016». В эти дни продолжается ремонт северной окружной дороги и моста на улице Есенина. В городе продолжают бороться со стихийными рынками. И в средней полосе России ожидается редкое событие – так называемые метеорные потоки Персеид. В России отмечают День строителя. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе строительство идет достаточно активно. В прошлом году возведено 15 объектов социальной сферы. Это и центр большого тенниса, спортивные комплексы в Ряжске и Кадами, и детские сады. Представители отрасли чествовали в Рязани. В фойе музыкального театра компании представили макеты жилых комплексов. Задача ввести в этом году в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья будет выполнена. Об этом свидетельствуют итоги первого полугодия. По темпам роста строительства Рязанская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе. Перед началом торжества состоялось открытие доски почета строителей Рязанской области. Наградили инженеров, монтажников, крановщиков, плотников, прорабов. Всего 4 коллектива и 36 лучших работников достойно представляют отрасль в регионе. Что собой представляет отрасль сегодня наглядно показала выставка достижений в строительстве и промышленности от строительных материалов, организованной в фойе музыкального театра. Благодаря усилиям строителей в регионе возводятся важнейшие объекты социальной инфраструктуры. Мы, несмотря на сложности в экономике, мы ни на один день не остановили создание этой инфраструктуры. Это и больницы, это и детские сады, это и школы, это спортивные сооружения. В области ведется строительство 12 объектов социально-культурного назначения. Среди них Центр единоборств в Рязани, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Спаске, лечебный корпус в больнице Семашко, школа в Ряжске и многие другие жизненно важные объекты. То, каким будет город, зависит от этих людей. И не зря говорят, что строительство – это локомотив экономики. В Рязани завершились международные соревнования летного мастерства «Авиадартс-2016». Конкурс проходил на территории города и области в течение 10 дней. Несколько тысяч рязанцев увидели самый зрелищный этап – авиамикс на полигоне в Дубровичах в минувшие выходные. А уже во вторник на церемонии закрытия зрители также смогли насладиться полетами пилотажных групп. О самом конкурсе и его победителях расскажет Оксана Тебенихина. Действительно, международные соревнования среди лучших летных экипажей стали украшением и одним из главных событий этого лета. Основная программа «Авиамикс» прошла 6 августа на полигоне Дубровича. Открыл ее пролет вертолетов с флагами России, Министерства обороны, ВКС и портретами Владимира Путина и Сергея Шойгу. Экипажи авиакомплексов разыграли воздушные дуэли, выполнили пуск авиационных ракет. По наземным целям отработали перехват, сброс тяжелых грузов на точность. Кроме того, зрителей ждало и выступление асов, пилотажных групп «Беркута», «Стрижи», «Соколы России», «Витязи», «Крылья Тавриды». Летчики показали мастерство владения фигурами высшего пилотажа. Главком ВКС Виктор Бондарев, также приехавший на открытие авиамикса, увиденным остался доволен. По его словам, летчики в полной мере показали свое мастерство, которому нет равных во всем мире. Попадания были прекрасные, техника пилотирования наивысшая, пилоты с радостью это дело выполняли. Ну и плюс ко всему поддержка зрителей. Главком ВКС поблагодарил губернатора Олега Ковалева за помощь в организации соревнований, которые уже второй раз проводятся на Рязанской земле. Авиадарцы, другие конкурсы армейских игр позволяют показать мощь вооруженных сил страны, выделить лучших по профессии, способствуют повышению мастерства и популярности службы. Уже в этом году конкурс в летное училище увеличен в два раза. Подведение итогов и награждение лучших летных команд состоялось 9 августа на аэродроме Дягилева. Российские летчики стали лидерами во всех его номинациях. Штурмовая, истребительная, бомбардировочная, армейская, дальняя и военно-транспортная авиации. Наши пилоты еще раз подтвердили, что сильнее и стремительнее их нет в мире. Нельзя говорить, что соперники были слабые. Соперники также очень сильно подготовлены и стремление было не меньше, чем у наших пилотов. Мы это отмечаем. И слава Богу, что именно в честной борьбе, напряженной борьбе завоеваны эти места. Лучшие экипажи получили кубки, медали и ценные призы. Во время зачетных полетов экипажи из России, Китая, Казахстана и Беларуси отработали применение ракеты-бомб по мишеням различного класса, а также сдали нормативы по технике пилотирования, навигации и воздушной разведки. Пилоты подарили жителям и гостям Рязани грандиозное воздушное шоу. Огромный аллигатор повис над аэродромом. Под лопастями К-52 вертолета с хищным прозвищем закипает, как будто и асфальт. За свои шалости аллигатор извиняется, а зрителям от него поклон. Армейские международные игры, в рамках которых проводится и конкурс Авиадарс, это еще и возможность наладить контакт с иностранными военными, которые были удивлены подготовкой и масштабами турнира. Все разговоры сейчас о следующих играх. Пройдут ли они в России, пока неизвестно. Иностранные партнеры уже задумываются расширить масштаб и проводить соревнования в своих странах. В эти дни продолжается ремонт. Северной окружной дороги производится замена дорожного покрытия. В некоторых местах появился новый асфальт. Одновременно с этим сейчас там началась установка тросового ограждения. Оно должно разделить встречные полосы движения. Все работы на Северной окружной, по словам представителей администрации города, будут завершены до 1 сентября этого года. Северная окружная дорога считается одной из самых опасных в нашем городе. По сводкам ГИБДД на этом участке каждые полгода в результате аварии погибает несколько человек. Основная масса происшествий происходит на крутом повороте рядом с Канищево. Там машины часто вылетают на встречку. По этой причине и назрел вопрос об установке разделительного ограждения между встречными потоками. Тросовое ограждение, оно обладает удерживаемыми способностями и она позволит удержать автомобиль на своей полосе, не выкинув его на встречную полосу. На установку ограждения будет потрачено 11 миллионов рублей из городского бюджета. Работа будет произведена в несколько этапов. Нанесение ориентировочной разметки, установка закладных деталей в асфальтобетон и анкеров. На них будет крепиться верхняя видимая часть конструкции. После этого уже будет натянут трос. Больше месяца в Рязани проводится и ремонт моста на улице Есенина. Этот участок дороги является для многих автомобилистов ключевым звеном по пути на работу или домой. Планируется, что работы по ремонту моста завершатся также до 1 сентября. За прошедший месяц рязанцы научились разными путями справляться с сложившейся ситуацией. В течение всего лета по одной из самых оживленных в магистрали города не спеша курсируют только пешеходы. Этот путепровод реконструкции ждал давно. Его не раз признавали аварийно опасным, а саму зону называли чрезвычайной. Теперь мост ждет свой второй день рождения. Рабочие уже заменили каждую балку и каждую опору. А до этого приходилось пробираться сквозь разрушившийся цемент до металлических конструкций. Их необходимо было обработать от коррозии, и только потом можно было приступать к восстановлению. Самый большой и трудоемкий процесс по заливке плиты нового моста уже выполнен. Главной особенностью является то, что мост теперь станет гораздо легче. Здесь убран полуметровый слой асфальтобетонного покрытия, который накапливался в течение не одного десятка лет. Также убрали тяжелые тротуарные блоки. Взамен поставили специальные легкие барьерные перильные ограждения из алюминия. Они конструкцию нагружать не будут. Из того, что осталось сделать до конца месяца, это закончить плиту перекрытия и провести работы по устройству гидроизоляции и асфальтового покрытия. Асфальт, кстати, является примером нового образца. Аналогичный можно увидеть на мосту через реку Павловка, который отремонтировали в прошлом году. Кстати, по открытии движения ремонт продолжится, но уже снизу моста. Город его даже не заметит. Работы ведутся и днем, и ночью. Трудится здесь 25 человек. Потерпеть осталось недолго. К первому сентября обещание открыть реконструированный мост выполнят и пустят движение по обновленной дороге. А пока больше десятка маршрутов общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси едут в обход. Многие автомобилисты уже смирились с перекрытием одной из главных дорог города, соединяющих два района, и объезжают ремонтирующийся участок здесь, по Горбатому мосту. Который, кстати, тоже, возможно, вскоре потребует ремонта. Любой автомобилист признает, что дорога здесь не балует колеса автомобилей ровным покрытием. Стихийные рынки в Рязани продолжают загромождать и без того узкие тротуары города. Несомненно, многих граждан несогласованные продуктовые точки устраивают. Удобно выйти из общественного транспорта на остановке приобрести свежие фрукты и овощи. Перевернутый деревянный ящик, их прилавок, шум улицы – непременный атрибут деятельности. Уличные торговцы продолжают занимать те места, где торговать запрещено. С одной стороны, несанкционированные торговые точки портят внешний вид улицы и загораживают свободный проход. С другой, покупателей вполне устраивает по дороге, например, с поликлиники, как здесь, на улице Тимакова, купить овощи и фрукты. Цены здесь невысокие, качество товара тоже соответствует. Как правило, торгуют продуктами прямо с огорода. Хочется дешевых и хочется свежих продуктов. Вот что хочется. И бабушки, которые приходят сюда, они же не спекулянты. Мне нравится. И очень вот я просто возмущена, что вот их убирают сейчас. Потому что я картошку свою выращу, я имею право продать. Картонка, перевернутая ведро и газета. Магазин быстрого реагирования. Полиция совместно с администрацией города борются со стихийной продажей в этом районе уже несколько лет. За отсутствие документов об индивидуальном предпринимательстве и за место торговли в запрещенном месте этим людям теперь грозит штраф от одной тысячи рублей. Ну, во-первых, здесь вообще тротуар. Вы сами видите. Здесь вообще запрещено торговать. Вот здесь рядом рынок. А вот для таких вот граждан специально выделяются места. Завидев сотрудников полиции, прохожие и покупатели возмущаются. Зачем притеснять и без того самую уязвимую категорию населения? Ведь чаще всего торгуют собственным урожаем пенсионеры. Ну, куда же нам деться? У нас лекарства какие вон дорогие. По телевизору в начале весны сказали, что частник должен вот в любом времени, в любом месте встать и продать свой товар. И казалось бы, чем самодельные прилавки мешают городу, раз самих рязанцев все устраивает. Разве что лишь мусор остается после такой бойкой торговли. Как вы видите, данные места располагаются торговлей на тротуаре. И в дальнейшем, когда торговцы уходят, оставляют с собой мусор, коробки и так далее. То есть не совсем приятно гражданам, которые проходят и видят вот это все. Старикам здесь не место. Фраза из культового фильма. Бабушки-садоводы сдают позиции и собирают обратно в коробки помидоры и огурцы. Кстати, рынок, который прямо за углом, продавцов почему-то не устраивает. Говорят, что прилавках на всех не хватает и за место приходится еще и платить. Чтобы не вот так делать, а нормальные, хорошие условия. А то для перекупщиков все 24 условия. А для бабулек, которые свой урожай вырастить, не могут продать. С них дерут еще семь шкур. А хорошие условия, как выясняются, существуют и совсем недалеко. Выходим на рынок на так называемые бесплатные места для торговли сельхозпродукцией и видим удивительную ситуацию. Лавки здесь почти пустые. Бойкой торговли, как за пределами рынка, здесь нет. То, что продавцов слишком много, а места для них слишком мало, это неправда. Объективный экономический закон гласит, если есть спрос, есть и предложение. Здесь он работает в абсолютной степени. Покупателям просто лень зайти на рынок, а продавцы идут за покупателем и готовы предлагать свой товар там, где он будет покупаться. Несмотря на штрафы и гонения. В данном случае на бордюре. В Рязанской области перед судом представлен фигурант уголовного дела, пропавшая летом 2015 года супружеской паре грибников. Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Рязанской области, обвиняемого в жестоком убийстве, совершенном с целью сокрытия другого преступления. На скамье подсудимых окажется 48-летний житель Рязани и двое его сыновей, 91-93-го годов рождения. Старшему фигуранту предъявлено обвинение сразу по семи статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление. Покушение на убийство, незаконный оборот наркотических средств и незаконный оборот переделка огнестрельного оружия и боеприпасов. Год назад двое грибников набрели на участок произрастающей конопли. Ее культивировали и охраняли обвиняемые. Чтобы ликвидировать свидетелей, отец с двумя своими сыновьями связали грибников. Заставили их спуститься в заранее вырутую яму. После этого супружескую пару расстреляли. Мужчина умер сразу. Жена была ранена и притворилась убитой. В результате пролежала рядом с трупом супруга двое суток, пока их не нашли местные жители. Сами обвиняемые скрывались. Затем были обнаружены на Северном Кавказе. В ходе расследования проведено множество следственных действий, в том числе сложных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 20 томов. Главная проблема городских автолюбителей – состояние дорог в Рязани. В стороне остаются дороги за пределами города, к селам и деревням. По одной из таковых проехалась наша съемочная группа. Правда, не с первого раза. Попытка доехать до Шевердиновки не увенчалась успехом. После дождя дорога пришла в катастрофическое состояние. 21 век. Деревня Шевердиновка. В 15 километрах от областного центра. Оказалась отрезанной от жизни. Потому что после даже небольшого дождя полноприводный автомобиль не в состоянии проехать сюда. Поехали? Грунтовая дорога, ведущая от железнодорожной станции Зеленево к Шевердиновке – единственный путь, связывающий населенный пункт с миром. Всю жизнь жители сами поддерживали дорогу в должном состоянии. Помимо основной, которую своими силами присыпали щебенкой и строительными отходами в самых критичных местах, были две объездных дороги, проложенных параллельно с основной в поле. Они зарастали травой и в случае сильной непогоды позволяли проехать автомобилистам, не увязнув в раскисшей земле. Сейчас дела обстоят иначе. К деревне ведет всего одна узенькая дорога, оставленная неизвестным земледельцем среди распаханной целины. Дорогу не то, что перепахали, а просто определенные стандарты. Я думаю, не менее пяти, я не специалист, но не менее пяти метров должна быть ширина, чтобы мы разъехались. Я уже дважды попадал, особенно вчера в дождь. Как мне разъехаться? Мне пришлось отъезжать метров, наверное, на 70, а то и на 100 назад, потом сдавать. Даже по более-менее просохшей дороге проезжать сплошное испытание. Ну, я в этой деревне уже давно, у меня отсюда родственники, бабушка и дедушка. Но такого проезда в деревню никогда не было. Было, как проедешь там, сейчас чуть дождик, все уже по передней прибыли, на колене я не могу проехать. Некоторые люди живут здесь с самого рождения. Никогда им не обещали даже немного помочь с дорогой. Всегда справлялись собственными силами. Но с такой бедой столкнулись впервые. Дорог нет у нас. Ни туда, ни сюда, никуда. Ни на чем не проехать. И не пройти даже. На электричку идешь прям. Сейчас вот опахали. Тут травка была у нас, не пахали ее. Ходили по травке. Дождь прошел, хуже ползком ползи. При этом населенный пункт развивается. Жители ездят отсюда в областной центр. Кто-то на работу, кто-то по делам. Конечно, вот эта вот ситуация с дорогой просто возмутительна. Потому что вот у меня дети, мы не можем спокойно проехать в город. Вот, сами знаете, с детьми всякое может случиться. Вот, что еще хочется сказать. Мы здесь намерены жить постоянно. Мы построили здесь дом. У нас здесь есть земля. Мы можем даже здесь открыть малое предпринимательство. То есть деревня развивается. Мы и наши дети намерены здесь жить. А это отношение показывает, как будто нас здесь нет. Двухкилометровый путь после любого дождя оказывается непреодолимым не только для автомобилистов. Дорога после дождя буквально как масло. Ноги буквально вот так вот разъезжаются. Я вот раз вон там упала, пришлось уколоться около платформы, замываться все. При этом проехать сюда, в Шевердиновку, не сможет даже скорая помощь. А учитывая, что здесь постоянно проживают пожилые люди и семьи с маленькими детьми, согласитесь, это немаловажная проблема. Делал мне операцию. Вчера надо было ехать на перевязку. Дождик парпаром. Проехать нельзя. И что теперь делать? Здесь еще нога болит. Я пешком не могу идти. И что делать? Там дорога-то видели какая? Бездумно вспаханное поле и отсутствие дороги возмущают жителей не просто так. Все они помнят, как несколько лет назад загорелся сухостой. И все деревни тушили огонь, не дав ему подобраться к домам. В случае крупного пожара теперь им просто негде будет взять воды. Здесь, буквально в 100 метрах от деревни, раньше был поворот к противопожарному пруду. Теперь, чтобы попасть к нему, необходимо делать крюк в 3 километра. А иногда бывает дорога каждая секунда. У нас здесь есть пруд. Две деревни принимали участие в его создании. И мы с удовольствием им пользовались. Конечно, он еще, кроме такого, к детям отношения, что мы можем купаться, ходить, он имеет еще пожарное значение. Сейчас, к этим ни одна машина не может проехать. Пока ни на одно обращение жителей, местные власти никак не отреагировали. Мы попробовали связаться по телефону с главой Рязанского района. Но в приемной Натальи Жуневой уже второй день отвечают, что она на совещаниях. Еще несколько лет назад центр города полыхал огнем. Горели старые деревянные дома. Сегодня, прогуливаясь по главным улицам областного центра, стоит только свернуть во двор. И перед глазами открывается ужасающая картина. Заброшенные дома, мимо которых ходить не только страшно, но и опасно. Анна Герцовская выясняла, как уживаются вместе сгоревшие дома с элитными жилыми постройками. Мы находимся на улице Новослободской, около сгоревшего дома номер 11. Там Кремль, там Кремлевский вал, там улица Почтовая. Как говорят археологи, культурно-исторический центр нашего города. Ну что ж, начнем нашу экскурсию. Это здание стоит в таком виде уже не один десяток лет, по словам местных жителей. На его территории мусор, ужасный запах. Сейчас это загородили как бы забором получается. А когда забора не было, там куча мусора. Там вот вечером идешь, оттуда бегут крысы вот так вот через дорогу. Это на самом деле, просто мы уже много лет здесь живем. И каждый раз это все наблюдается. Всегда в сгоревших домах живут бомжи, крысы, там какие-то, в общем, там такая ванища. Табличка на заборе гласит, здание восстанавливается. По факту никакого прогресса. Местные жители только посмеиваются над вывеской. А приезжие, глядя на дом с удивлением, верят, что он будет восстановлен. Ну если это центр города, мы надеемся, что его восстановят все-таки. Здание старинное, красивое, судя по остаткам. Дальше по этой улице стоят деревянные бараки. На них тоже висят таблички. Это гласит о том, что дом будет расселен до 1 января 2016 года. Но в здании до сих пор живут люди, во дворе играют дети, территория чистая. Дальше по линии бараков стоит сгоревший дом. Напротив Рязанского водоканала, рядом с площадью Соборный. Он не огорожен, рядом с ним паркуются машины, ходят люди. Пройдя дальше, спускаемся к цирку. Территория, перед которым и вовсе перевернута, сейчас там невозможно ходить. А рядом с цирком – красивая аллея хороших таунхаусов. Это место между Кремлевским валом и улицей Ленина. Но совсем рядом полная разруха. И если туристы, приехавшие в Рязань, захотят пройтись по центру нашего старинного города, то они действительно попадут в настоящее средневековье. С одной стороны тут стоят элитные дома, с другой – развалиной. Все бы ничего, но это центр города. В 50 метрах от улицы Свободы и недалеко от улицы Ленина. Это место находится рядом с педуниверситетом. Два этих дома горели уже много раз. В-третьем каким-то образом до сих пор живут люди. Рядом у забора часто выпивают разные компании, сидя на этих лестницах. Вообще, мне кажется, это очень странным и удивительным, что такая разруха, можно сказать, в самом центре города у нас находится. Что они разрушены и красивые, привлекательные. А у нас все время, каждый год, пожарищи. Каждый раз ночами горело, и все это стоит, и все время прохожу. И у меня тоже такой вопрос. Такие места вроде бы, да, вот, центр. Неужели это никому не нужно? Потому что там тоже очень много сгоревших домов. И ничего не убирается. Ничего не убирается и вокруг домов. Заглянем во двор. Это место обитаемо. Вот такие вот в здании стоят кровати. Есть окна, утепленные матрасами, стаканчик какого-то напитка. Перед домом есть импровизированный душ, стянущимся к нему шлангом. Туалет с ковром вместо стены. И огромное количество мусора. А вот этот живописный уголок рядом с разрушенным домом оказался сараем, наполненным мусором. Раньше и в этом сарае жили бомжи. Теперь он зарос растениями. Разумеется, только снаружи. Возможно, и все эти дома порастут мхом, деревьями. На крышах уже появляется трава и кусты. Все идет к тому, что эта территория скоро превратится в очередной культурно-исторический слой быта людей 21 века. И когда она скроется под землей, возможно, тогда на этих местах появятся новые дома или скверы. К сожалению, облачная погода этих дней может помешать рязанцам полюбоваться самым ярким явлением лета. Сегодня ночью в средней полосе России ожидается редкое событие – так называемые метеорные потоки Персеид, которые, по идее, можно созерцать с невооруженным глазом. Наша съемочная группа успела до наступления облачного фронта прикоснуться к космическим тайнам. Романтическая традиция – загадывать желание, увидев в небе вспышку метеора, наиболее проверяемо в начале августа, когда небо озаряют целые ливни падающих звезд. По словам астрономов, метеорные потоки – это одно из немногих космических явлений, которые лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов слишком узкий визуальный охват. Чтобы созерцать прекрасное космическое зрелище, наша съемочная группа отправилась в одну из, пожалуй, самых захватывающих поездок. Мы решили присоединиться к Рязанскому фотоклубу у Истокачей. Очередной выезд как раз был посвящен съемке ночного неба. Вместе с группой людей, объединенных общей идеей, мы отправились за 100 километров от города, прочь от загрязненного иллюминации неба, в глухой лес к озеру. Как сказал Макс Фрей, в моей жизни должно что-то происходить. Необъяснимое, непонятное. И еще есть такая пословица, это даже не пословица, это я где-то кого-то прочитала. Написано, что в твоей жизни должны появляться такие люди, которые заставляют тебя видеть звезды и небо. Вот Буцкий тот человек, с которым я снимаю небо, звезды. И это прикольно. Фотоклуб у Истока появился в 2013 году, когда Олег Буцкий понял, что волшебные моменты и волшебные места востребованы. Он взял на себя функцию по поиску таких мест в пределах родного края. Олег колесит по области, выбирает удивительные пейзажи, прокладывает маршруты, щепетильно отслеживает погодные условия на профессиональных метеосайтах, чтобы не упустить самые красивые моменты и отвезти своих единомышленников на съемки. В каждом, кто с нами ездит, кто в данный момент здесь находится, это, наверное, капелька какой-то безбашенности, что ли, наверное. Ну, какой нормальный человек в будний день попрется, поедет, да, вот вообще в лес, в глушь за сто с лишним километров от города. Ну, многие не понимают, но вот мы едем, и мы хотим, и мы таким образом отдыхаем и получаем удовольствие. Между прочим, красивые снимки – это часто не основная цель поездки. Что объединяет? Ну, в первую очередь, наверное, любовь. Любовь к всему чему-то такому неизведанному, к природе, к своему краю, в котором мы живем. Это, наверное, основные какие-то такие моменты. Вряд ли наши съемки, как и самые шедевральные снимки участников клуба, в состоянии передать волшебство, которым веет от покрытого туманом озера с покачивающимися на глади звездами и сверкающего через ветки сосен неба. Только ощутив это в реальности, становится понятно, что движет этими людьми, которые среди рабочей недели отправляются за ночными и рассветными приключениями. Напомним, в фотоклубе у Истока всегда рады новым единомышленникам. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok